Давайте тогда начинаем, усаживайтесь поудобнее, чай, кофе и приступим к сегодняшнему вебинару. Значит, о нашем вебинаре, да, стандартно вопросы пишите в специальном окошке, да, внизу слева, кто уже с нами участвовал, знает. Соответственно, по итогу вебинара вы его сможете найти на нашем канале YouTube, как и все предыдущие наши вебинары. И, соответственно, после вебинара будет рассылка с презентацией данного вебинара и, соответственно, с ответами на все вопросы, которые мы не успеем, возможно, ответить в ходе текущего мероприятия. План вебинара. Сначала я расскажу о нашей компании, далее передам слово Сергею. И в конце традиционно, и у нас остается время, мы отвечаем на вопросы, на которые мы не смогли, либо не успели ответить по ходу нашего вебинара. Тогда давайте приступим, и я расскажу свою часть, расскажу о нашей прекрасной, замечательной компании Axelor. На рынке мы существуем с 1998 года. У нас в прошлом году был 20-летний масштабный такой юбилей. Офисы нашей компании расположены в Москве и Кирове. В штате у нас более 200 человек. И специализируемся мы на разработке и внедрении систем класса ВМС и ВМС. Также оказываем услуги логистического консалта. Говоря о полном спектре оказываемых услуг, мы в рамках реализации наших проектов поставляем все необходимое оборудование под ключ, оказываем услуги технической поддержки, в том числе в самом комфортном режиме для заказчика, в режиме 24 на 7. В нашей работе мы сотрудничаем с нашими любимыми партнерами, вы их видите на данном слайде. С компанией 1С мы сотрудничаем с момента основания нашей компании. Группу компании Axelor входит в компании Gradun и Daterion. Компания Gradun специализируется на внедрении и сопровождении программных продуктов в компании 1С, а также на внедрении и сопровождении совместных разработок с компанией 1С. То есть для внедрения различных корпоративных систем для корпоративного рынка можете обращаться к нашим коллегам. Компания Daterion занимается построением инграционных ландшафтов с помощью сервисных шиноданных. То есть это объединение всех информационных систем заказчика в одном едином контуре с целью обеспечения бесперебойного обмена информацией, с целью гарантированной доставки информации и упрощения администрирования всеми информационными системами. И в наших проектах в практически 100% случаев мы используем эту сервисную шину данных. Компания Zebra – это наш любимый партнер в плане поставки различного оборудования. Это и терминалы сбора данных, принтеры, печать, этикетки, сканеры штрих-кодов и различные аксессуары. Поэтому также во всех наших проектах способностей по автоматизации склада мы сотрудничаем с этой компанией и наши терминалы поставляем нашим клиентам, которые от них отзываются весьма положительно. Компания Xtreme – это наш партнер по организации бесперебойной Wi-Fi сети на складах наших заказчиков. А компания Citigit нам предоставляет очень удобный и отличный картографический сервис, когда необходимо автоматизировать транспортную логистику наших заказчиков. За время сотрудничества с клиентами, за время нахождения на логистическом рынке мы реализовали огромное количество проектов. Они реализованы в самых различных сферах и жизнедеятельности, бизнеса и направлений. Географически они раскиданы также по всей России, в странах СНГ и зарубежья. Поэтому мы знаем, как работать с любыми складами, любой направленность. Для нас нет узких мест, либо белых пятен. Призываем вас обращаться к нам и пополнять ряды наших довольных клиентов. Компания Axelot, как я уже говорил, является разработчиком программных решений. И на данный момент нашими флагминскими продуктами выступают Axelot WMS X5, это программа по управлению складом, и Axelot WMS X4, это программа по автоматизации транспортной логистике. И обе эти системы, внедренные в бизнес-процессы заказчика, образуют логистическую платформу Axelot WMS X5. Речь сегодня пройдет как раз-таки о Axelot WMS X5. Это самое последнее, самое совершенное, пятое поколение систем управления складом, которую разработала наша компания. Программа реализована на самой современной популярной платформе 1S-процессии 8.3, обладает открытым кодом, параметрическими настройками и очень внушительным базовым функционалом. Поэтому порядка 98 проектов из 100, которые мы реализуем, они все у нас реализуются именно базовым функционалом. Он удовлетворит потребности любой компании, любой направленности, независимо от того, чем компания занимается и какие у нее бизнес-процессы. То есть система отличает всем современным вызовам и требованиям бизнеса. Сегодня более подробно мы об этом расскажем во второй части нашего вебинара. Когда мы говорим о внедрении ВМС либо ВМС, мы выступаем за комплексное внедрение. То есть мы предлагаем заказчику автоматизировать полностью логистический корпор компаний и закрывать проблемы транспортной и складской логистики сообща. Тем самым, когда мы внедряем параллельно одновременно ВМС и ТМС, у нас полностью закрывается логистический кондов предприятия. Системы взаимодействуют в режиме реального времени посредством шины данных и взаимодействуют также с корпоративной системой заказчика. У нас образуется тем самым сервизический эффект. То есть эффект от комплексного взаимодействия систем, которые раньше либо не полностью закрывали потребности заказчика, либо в принципе не были внедрены и автоматизированы. И эффект от такого внедрения достаточно большой. Это и удобство работы сотрудников, это и минимизация ошибок, связанных с человеческим фактором. Ну и опять же отличный сервис для наших любимых заказчиков. Нет проблем с документацией, нет проблем с опозданиями и так далее, и так далее, и так далее. То есть также более подробно об этих моментах мы расскажем сегодня, либо ответим с удовольствием на ваши вопросы. Соответственно, наша компания, являясь уже девятый год подряд лидером рынка ВМС России, реализует порядка 100 проектов в год. Мы обладаем высоким количеством штатных сотрудников, архитекторов, разработчиков, программистов. То есть у нас есть все ресурсы, чтобы выполнять проекты и держать марку лидера. Наши сотрудники обладают высоким уровнем компетенции, да, и умеют работать на любых складах, любой направленности, для них нет каких-то сложных задач. У нас очень огромная отраслевая экспертиза. Мы знаем, как работать с алкогольной продукцией, с обувью, с маркировкой одежды, с какими-то нововведениями. Знаем, как интегрироваться с лесовым оборудованием, с конвейером, с конвейерным оборудованием. То есть здесь мы всегда поможем, подскажем и сориентируем вас, как поступить лучше в той или иной ситуации. И, как я уже говорил, да, у нас есть свой собственный спеццентр технической поддержки, в котором мы оказываем услуги, в том числе в режиме 24 на 7. То есть наши заказчики после внедрения проекта не остаются один на один системой. Мы их с удовольствием сопровождаем, поддерживаем и консультируем. Поэтому еще раз призываем вас обращаться к нам, как к лидеру логистического рынка России по вопросам автоматизации складской и транспортной логистики. Теперь я передам слово своему коллеге Сергею. Он уже расскажет более детально по своей части. Добрый день, коллеги. Меня зовут Кандауров Сергей. Я являюсь консультантом в компании «Аксилот» в направлении складской логистики. Сегодня мы расскажем о национальной системе маркировки товаров, о том, куда это все движется, как это будет использоваться, для каких групп товара это уже сейчас является обязательным, для каких групп товара эта маркировка станет обязательной в ближайшем будущем. Ну и расскажем возможности нашей системы WMSX5 по работе с маркировкой товаров и оборудованием, которое будет необходимо для работы в национальной системе маркировки товаров. В соответствии с решением правительства, до 2024 года в стране будет создана национальная система маркировки товаров на базе Центра развития перспективных технологий. До 2024 года будет создан каталог товаров электронный, и туда войдут все группы товара, и обязательная маркировка станет обязательной для всех товаров. Естественно, основной задачей внедрения маркировки является противодействие производству и оборудования контрафакта и фальсификации продукции, то есть гарантированное качество потребителю и подлинности заявленное качество приобретаемой продукции. Гарантия подлинности обеспечивается использованием цифровой маркировки, код, который уникален, непосторим, его невозможно похитить, и при этом он легко наносится на любую упаковку. Цифровая система маркировки товаров будет позволять контролировать движение товара на всех его этапах, то есть от производителя до потребителя. И, естественно, будет также выбран регулятор единственный, который будет заниматься этим, это Центр развития перспективных технологий, и он предлагает примерно одно решение для всех групп товаров. Также создана информационная система маркировки, это система мониторинга движения товаров, и для каждой группы товаров будет создана отдельная подсистема, которая будет мониторить движение товара определенной группы. При использовании цифровой маркировки используется криптография, и с использованием криптографического кода мы можем защитить продукцию от завода до потребителя. Система маркировки работает от производителя, как я уже сказал, до потребителя на всех ее этапах. На всех этапах движения продукции, от ее производства, движения логистических движений, движения в магазине и продажи на кассах будет фиксироваться и передаваться в информационную систему мониторинга движения товаров. Маркировка будет использоваться код DataMatrix, который будет состоять из двух частей. В первой части он будет содержать индификатор, который внесен в перечень продукции и сообщает о дате изготовления, сроке годности, наименовании и прочем. То есть это сочетание номера товаров от GS1 и номера индификации. И в второй части это проверочный код, сформированный при помощи криптографии и обеспечивающей защиту бумажных или нанесенной на другие поверхности кодов от повторного копирования. Сейчас уже группы товаров, которые отблежат обязательно маркировке, это алкоголь, ну, давно, с 2016 года, табак с 1 марта 2019 года, шубы с 1 марта 2019 года, обувь с 1 июля 2019 года. И сейчас с 1 октября обязательно маркировка стала для лекарственных препаратов высокозатратной нозологии, там 7 категорий товаров. Также для лекарственных препаратов планируется, что с 1 января 2020 года уже будет обязательно для всех лекарственных препаратов использование маркировки. Также сейчас проводятся эксперименты по маркировке следующих групп товаров, это молочная продукция, кресло-коляски, велосипеды, препараты, шины, легкая промышленность и духи. Ну и в дальнейшем планируется также проводить эксперименты по маркировке остальных групп товаров, и к 2024 году наше правительство хочет, чтобы мы перешли к полной маркировке всех групп товаров. Что общего для всех товарных групп в маркировке, это общий принцип маркировки и отслеживания движения товаров, использование одного стандарта штрих-кода DataMatrix, и для почти всех групп сейчас один регулятор, это Центр развития перспективных технологий. Ну и за исключением является алкоголь, который регулирует Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка. Естественно, регулятор для подключения к системе выдвигает свои требования. На сайте регулятора можно найти эти требования, ознакомиться с ними, понять, пройти чек-лист, понять, подходит ли ваше оборудование, информационные системы, для того, чтобы вы могли участвовать в национальной системе маркировки товаров. Что нужно для внедрения системы маркировки, это, в первую очередь, электронный документ оборот, оборудование, которое умеет работать с годами маркировки, учетные системы, способные вести учет и хранить данные по годам, и IT-решения для интеграции с системой Честный Знак. Также необходимо кассовое оборудование и программное обеспечение, удовлетворяющее требованиям работы с маркировкой. Как я рассказал ранее, все эти требования есть на сайте регулятора, они в открытом доступе, их можно найти и ознакомиться с ними. Также на сайте регулятора есть требования по обмену данными, то есть существует два типа обмена данными, это либо предоставление сведений, либо запрос сведений. Электронное взаимодействие осуществляется с применением программных интерфейсов взаимодействия и информационных систем участников. Используется при обмене с интерфейсом, используются форматы сообщений следующие JSON, XML и JSXP. Также можно сказать, что использование кода DataMatrix, мы в него зашиваем информацию, которую мы передаем через регуляторы между всеми участниками процесса движения товара, то есть от производителя, дистрибьютора, магазина, розничной торговли и потребителя конечного. В стрекоде DataMatrix зашит индификатор и проверочный код. Также хотелось бы рассказать про нашу WMS X5, которая уже сейчас есть, реализованные проекты, которые работают с системой маркировки, например, для лекарственных препаратов, для шин, которые будут в ближайшем, сейчас идет эксперимент, но в ближайшем времени это станет обязательной тоже маркировка. Наши функциональные возможности WMS X5 позволяют работать с маркированным товаром. Это у нас есть функционал работы с кодом DataMatrix, с кодом SSC, возможность загрузки, выгрузки, хранения и учета данных по кодам маркировки WMS, возможность фиксирования кодов во всех складских операциях, то есть это приемка, отгрузка и внутренние складские операции. Также можно выполнять агрегацию и разагрегацию, используя нашу систему и специальные функциональные возможности. То есть, ну вот сейчас на слайде представлены небольшие части скриншота наших настроек, которые у нас используются в нашей системе. Как из них видно, мы можем для определенных групп товаров настроить учет по серийным номерам, акцизам и кейзам, учетом уникальных коробок в GS1 и можем указать, при каких операциях мы их учитываем. Учет при поступлении, при отгрузке и внутри складских операций. Также в системе предусмотрен структурный код со стандартным DataMatrix. Мы его можем использовать во всех наших складских операциях и фиксировать необходимые данные из этого стрит-кода. То есть, в настройках стрит-кода мы указываем, какие группы данных нам необходимо будет фиксировать при сканировании этого стрит-кода. И когда мы на наших рабочих местах, либо на TSD сканируем этот стрит-код, мы получаем необходимую информацию, которую мы можем использовать или передавать, либо использовать в MS, либо передавать уже дальше в ERP, либо регулятору. Но обычно напрямую в MS-система, ну и мы это не рекомендуем, и не рекомендует регулятор сам напрямую в MS-системы интегрировать с интерфейсами регулятора. Поэтому обычная интеграция происходит через ERP-системы заказчика, либо с использованием, например, специальных сервисов, например, как шина дамы, например, компании Daterion. Структ-думанный стрит-код DataMatrix можно использовать при выполнении скоростных операций вместо обычного стрит-кода, что позволяет одним сканированием нам получить всю необходимую информацию для учета товара. То есть, если поставщик туда зашил, например, серию, срок годности, то при сканировании структурного стрит-кода, например, при приемке, нам не надо выбирать срок годности, не надо выбирать серию, а просто одним сканированием на ТСД, например, выводится вся информация по данному товару. Также использование национальной системы маркировки позволяет обмениваться информацией по кодам DataMatrix, кодам, которые передаются от поставщика, производителя и остальным участникам процесса. Например, мы можем получить информацию о документе поступления, количестве товарных составов поступления, информацию о уникальных серийных номерах, информацию о кодах DataMatrix и GS1. В MX-5 предусмотрена загрузка всех необходимых параметров в документы поступления, то есть если у нас уже есть информация от поставщика, который отправил данную по CISAM регулятору, мы можем обратиться, запросить эти сведения у регулятора и загрузить их в нашу WMS-систему и сравнивать уже поступившую продукцию с полученной информацией от регулятора. Либо, если настроен прямой обмен, то можем получать прямой обмен от поставщика информации, а не от регулятора. Но при этом обязательно для обязательной маркировки, естественно, мы должны при всех складких операций, типа приемки, отгрузки, списания, мы должны отчитываться перед регулятором о списанных кодах, которые мы списали, либо которые мы отгрузили, либо которые мы приняли. Для этого существуют разные классы сообщений, они также все есть, протокол обмена с регулятором есть на его сайте, то есть можно посмотреть и ознакомиться, какие операции являются обязательным, какие нет. Также встает вопрос к требованиям к оборудованию при внедрении системы маркировки. Например, главное требование для считывания кодов DataMatrix это работа, чтобы у нас сканера либо TSD могли считывать двухмерный штрих-код. То есть, например, если у вас установлены 1D сканера со штрих-кодом DataMatrix, вы работать не можете. Но, опять же, если используются только коробки и не производится агрегация либо разагрегация на складе, то, естественно, можно использовать только этот CC-код. По нему отсчитываться при отгрузке, при поступлении. Но при этом нельзя будет раскрыть упаковку и достать оттуда единицу товара, которым мы не сможем потом отсчитаться, не обсканировать его и передать данные это регулятору. Также на сайте регулятора можно произвести сертификацию оборудования. То есть, есть сертификаты, которые получают производители для работы совместно с компанией, совместно с честным знаком регулятора. Также в МСХ5 предусмотрена возможность использования оборудования, работающих с кодом стандарта DataMatrix. Для терминала сбора данных разработаны три типа мобильных клиентов для разных операционных систем. То есть, можно использовать операционные системы Android, Windows Mobile, а также есть еще разработанный RDP клиент, например, для использования на вторых сканерах, на которых установлены старые операционные системы. Но опять же, тут надо обратить внимание, что сканер должен уметь считывать двухмерный штрих-код и работать, считывать его и передавать данную информацию. Также можно работать в МСХ5 на автоматизированных рабочих местах. При установке два дат-канера на эти автоматизированные рабочие места мы также можем считывать штрих-код DataMatrix, передавать эти сведения в МС-систему, а далее передавать систему ERP заказчикам, по которым, по этим данным, он сможет, естественно, дальше отправлять сообщения регулятору и отсчитываться перед ним о выполненных операциях, то есть датуски, приемки, либо списания. Либо, например, в лекарственных препаратах часть поступивших позиций отбирают для проверки и лабораторных исследований. Также есть там отдельные классы сообщений, при отправлении которых регулятор понимает, что данные позиции были отобраны, данным эркетинным кодом были отобраны для проведения каких-то испытаний лабораторных. Ну и в заключение хотелось бы сказать, что ВМС-X5 полностью предваряет требованиям работы с маркированным товаром, позволяет использовать систему в качестве ученых при работе с национальной системой маркировки товаров. И также использование нашей системы ВМС-X5 помогает оптимизировать процессы, снизить издержки, получить доступ к данным движениям продукции по логическим ЦПИС, если мы используем ВМС-X5 совместно с системой, национальной системой маркировки. И следствие чего, конечно, повышается конкурентоспособность и выручка компании. Также хочу отметить, что все больше и больше групп товаров включают в эксперимент, и естественно рано или поздно перед каждой компанией встанет вопрос о использовании системы национальной маркировки. Поэтому для, конечно, необходимо об этом подумать заранее, составить какое-то техническое задание по внедрению этой системы, найти подходящие системы, которые могут работать с национальной системой маркировки, и подготовиться, чтобы оборудование проверить свое. Также на сайте национальной системы маркировки можно проверить, свои сканера работают ли они в нужном режиме для работы со стрекодами на дата матрикс. И что хотел сказать в конце, то, что рано или поздно мы к этому все придем, и использование маркировки станет обязательным для всех групп товаров, поэтому прошу вас отнестись к этому с особым вниманием и подготовиться к этому. Хотя сейчас часто происходит, что постоянные изменения требований, постоянные даже регуляторы иногда меняются, например, для лекарственных препаратов сначала регулятор это было федеральное налоговое служба, а потом они от этого отстранены. У меня все. Так, коллеги, я дополню немножко Сергею, что действительно регулятор очень часто меняет законодательство, то есть какие-то разъяснения постоянно выходят, но вот в нашу складскую систему пятого поколения уже заложен весь необходимый функционал, да, есть социальное развитие, то есть система позволяет гибко ориентироваться под любые требования законодательства и работать в соответствии с требования регуляторов. Поэтому X5 это на данный момент самая современная система по управлению складом и под любые требования законодательства мы гибко подстроимся, делаем все как нужно, все красиво, как говорится. Поэтому, коллеги, мы основную часть нашу закончили, спасибо вам за внимание, давайте, когда мы перейдем к разделу вопросов, вы их можете задавать в чат, и мы на них будем стараться отвечать. И вопрос от Ивана в каком виде код маркировки хранится в системе. В системе предусмотрены специальные регистры сведений, которые мы используем для хранения в данных окодах. То есть в принципе ВМС-система гибкая и настройки структурного скода позволяет вынимать любые данные, которые необходимы и записывать их туда в соответствующие регистры. Так, с Меркурием система работает. Ну, это дополнительная интеграция необходимо будет провести, ну, есть уже реализованные проекты, в которых наша система работает с Меркурием. В старой версии ВМС-3.1 учет маркировки не был предусмотрен и скорее всего это будет какие-то дополнительные доработки системы. Я не слышал, чтобы еще кто-то на ВМС-3 сейчас работал с маркировкой продукции и кто-то пытался это внедрить. Да, в последней версии, да, в пятой, то есть все необходимые бизнес-процессы, бизнес-слогики уже заложены и, соответственно, необходимо только удачить степетику деятельности заказчика и разработки интеграции проблем не будет. Вопрос от Олега. Остатки хранятся в регистре сведений. То есть и остатки хранятся в регистре сведений и созданы специальные регистры сведений, в которых хранятся данные по серийным номерам и зам акцизам и акцизам. И эти регистры сведений, естественно, мы там используем при выполнении операций различных, либо мы туда записываем информацию, либо мы оттуда информацию забираем. Маркировка, когда регистрируется в момент прихода и расхода, да, маркировка фиксируется, мы можем фиксировать, это все зависит от вашего бизнес-процесса, но для регулятора необходимо отчитываться и когда на склад поступил товар промаркированный и когда он ушел со склада. То есть есть специальный протокол обмена специальный класс сообщений, про который мы отправляем что мы приняли и отправляем также данные по кодаму, которые мы отгрузили. Так, вот здесь два вопроса по поводу стоимости на ВМС. У нас стоимость указана на сайте, то есть она в открытом доступе, там есть вариант с конкурентными лицензиями, есть вариант с неконкурентными лицензиями, вы можете ознакомиться, либо прислать уже свои вопросы на почту ом собачка аксело.ру и она также имеется на сайте и соответственно ваш запрос будет переведен на ответственного специалиста, с которым вы можете детально и конкретно обсудить непосредственно вашу ситуацию. Вопрос от Павла интересует уровень интеграции с ЦПРТ и до получив поступление по ИДО возможно провести загрузку данных поступления, например, по сети коду и ЦРП, чтобы не вносить в поступление всю номенклатуру. Да, конечно, такая возможность есть, то есть для каждой строчки документа поступления в МС мы, например, можем указать конкретный CC-код, по которому придет данная товарная позиция и при сканировании этих CC-кодов при приемке система понимает, что в данной коробке пришли вот такие позиции с такими-то кодами. Естественно, если вы не разогрегируете этот короб на складе, вы также можете потом просто отгрузить его по этому CC-коду и передать информацию в CRPT. Вопрос от Ивана. Программа сама сможет формировать датаматрикс из кода маркировки? Ну, конечно, нет, потому что в коде датаматрикс зашит криптохвост, который как раз может наносить, который генерируется регулятором, который может наносить только производитель, например, производитель его может наносить. Естественно, система не может генерировать такой же криптокод, как нанесен на этой этикетке. Апгрейд с третьей версии на пятерку предусмотрен и возможен, так же, как и с четвертой версии на пятерку. Здесь, опять же, лучше написать на почту, чтобы уже ответный сотрудник с вами связался. То есть, здесь проблем никаких нет, такие обращения часто к нам поступают, мы уже непосредственно визуально рассчитываем стоимость перехода и стоимость медления. По поводу обязательного использования терминала под зебры, чтобы работать с нашей системой. На самом деле, вы можете использовать любые терминалы любых марок, главное, чтобы они подходили по техническим характеристикам. Мы в рамках предоставления коммерческого предложения всегда у нас в конце есть блок именно требования к инфраструктурной части, то есть к серверам, к рабочим станциям, в том числе к терминалам. Если терминал соответствует, без проблем. Чтобы еще лучше об этом убедиться, мы можем от вас взять, например, имеющийся терминал, себе его потестировать и конкретно сказать, что да, коллеги, данный терминал подходит без проблем. То есть главное это соответствует терминалу техническим характеристикам. Ну а зебра, она себя зарекомендовала достаточно хорошо и мы с ними давно работаем, и мы от коллег, от наших клиентов положительные логи. И хотелось добавить к Михаилу все, что у нас существуют разные мобильные клиенты для разных операционных систем, это и для андроида, и для Windows, и естественно у нас даже есть RDP клиент, который мы иногда устанавливаем на старые сканера, на которых установлены старые версии Windows OCE, и ну естественно там производительность немного падает, но в принципе если это не интенсивный склад, система может работать и через этот клиент. Более того, ценовая политика зебры тоже достаточно гибкая, есть терминалы топового уровня, стоимость порядка тысячи евро, есть терминалы попроще, которые стоят практически в два раза дешевле, то есть все подбирается индивидуально, исходя из потребностей заказчика, исходя из того, кто будет работать в терминалах, мужчины, либо это будут девушки, женщины, то есть все подбирается индивидуально, все достаточно красиво, и система совместима с ERP от 1S, и в принципе с любым программным продуктом на платформе 1S. если мы производители, у нас есть криптохвост, если эти данные мы будем получать от регулятора, естественно, в виде уже какого-то кода, но сама WMSX5 не генерирует структурный стреликод дата матрикс, но если эти данные нам будут передаваться, то можно будет доработать интеграцию, так что мы сможем через WMSX5 печатать данную маркировку, но обычно это используют отдельно какое-то программное обеспечение для нанесения этой маркировки. И предусмотрена ли система интеграция с национальным каталогом? Да, в базовой версии, естественно, у нас нет интеграции, но если будет такая задача и необходимость, то специалисты нашей компании подскажут, разработают и синтегрируют с необходимыми сервисами. Есть ли прогрузка ASN при приходе? Да, конечно, если мы будем интегрироваться, если ERP или используя специальные сервисы, то всю информацию по приходу мы сможем прогрузить в нашу WMS-систему и если необходимо добавить какие-то дополнительные реквизиты, которые нужны, и загружать эту информацию в них. Я отправил почту в чат, надеюсь, всем видно, то есть на эту почту, если нужна какая-то конкретика, детализация либо консультация специалиста, просьба на нее отправлять ваш запрос, да, там кратко, что за компания, какой вопрос, и уже ответственный специалист с вами свяжется в удобное время и на все вопросы ответит. Касаем вопроса от Василия, что отличает наше решение от аналогичных на рынке, если кратко, то мы считаем, что подобные решения на рынке есть, но система наша самая классная, не зря девятый год подряд по результатам исследований журнала складской комплекс склады России, именно система, разработанная нашей компанией, занимает большую часть рынка по подъему выручки и по количеству внедрений. То есть, если говорить усредненно, то примерно каждый четвертый склад работает на системе, которую разработала наша компания. Мы внедряем не какие-то чужие разработки, мы внедряем собственные разработки, то есть, мы и разработчики и внедрим на своих же решений. И наши специалисты, они именно имеют огромный опыт именно в боевом режиме, то есть, они не люди, которые сидят в офисе и оказывают какую-то поддержку или консультацию удаленно. Они непосредственно внедряют эти системы, общаются с вами, вот как сейчас это происходит, поддерживают склад на этапе запуска, то есть, буквально живут на складе несколько недель, если можно так выразиться. То есть, они ежедневно, ежечасно проходят постоянное боевое крещение. Поэтому, мы разрабатывали эту систему и 20 лет назад, когда только зашли на рынок логистики, и продолжаем этим заниматься и спустя 20 лет. И с уверенностью можно сказать, что все системы, которые мы разрабатывали, они до сих пор актуальны, до сих пор работают. То есть, у нас есть склады, где мы еще внедряли третью версию от Аксилота, и они до сих пор работают. Четверка от Аксилота, это самое распространенное решение в плане логистики на 1С. Мы надеемся и уверены, что и пятая версия займет позиции не хуже и зарекомендует себя также классно. По поводу реализации на Украине, конкретно реализации X5 на Украине не занимается никто, потому что права на этот продукт также в компании Аксилот, и на украинском рынке внедрений у нас пятерки еще не было. Было много запросов, лично я общался с клиентами, но мы всегда выбирались либо в финансы составляющие, потому что понятно, что франч от компании 1С, местная компания, она предлагает предыдущие решения, либо какие-то свои разработки за несколько другие деньги. Соответственно, мы предоставляли различные расчеты, предоставляли ответы на вопросы заказчика. Если заказчик такой найдется и необходимо будет туда приехать и это оценить, обсудить, мы готовы, соответственно тем у нас нет. По вопросу по поводу интеграции для маркировки за или для третьих лиц, актуальность для комиссионной торговли. Да, естественно, и такую задачу по интеграции мы сможем решить, и здесь я не думаю, что какие-то проблемы должны возникнуть. У нас достаточно много уже стандартных разработанных моментов интеграции, которые мы уже отточили и реализовали в предыдущих наших проектов. Это и обувь, это и алкоголь, лекарственные препараты, меховые изделия, одежда, шины. То есть это все, все, все это мы умеем. То есть мы не тренируемся на заказчиках, не отрабатываем какие-то свои новые алгоритмы, а мы применяем свой опыт. Это как раз к вопросу о том, кто нас отвечает. У нас огромное количество реализованных проектов, и акселон знают и в нем уверены. Сергей, предусмотрено ли от вас готовое решение для ТСД в разрезе маркировки? Для ТСД у нас разработан собственный мобильный клиент, который позволяет работать с маркировкой. То есть, если сам сканер сможет считывать двухмерные штрих-коды, естественно, при выполнении операций различных на ТСД, при приемке товара, при отгрузке товара, при списании каком-то мы можем фиксировать эти кода и отправлять эти данные в ПМС и при необходимости в Е3 и остальные системы. Касательно вопроса по поводу будет ли поддерживаться трешка логистика. На данный момент мы продвигаем последнюю версию Axelot ПМС Х4. Трешка логистики, она поддерживается, но уже не нашей компанией, ее развивают уже другие компании, то есть мы сейчас сосредоточились на своей собственной разработке, на последней версии Axelot ПМС Х4. Она уже отвечает всем требованиям современного бизнеса. И хотелось бы сказать, что уже есть примеры, когда наши клиенты стройки переходят на пятерку и опыт наших сотрудников перехода на Х5 стройки уже есть. Есть реализованные проекты, склады, которые работают на WMS Х5 после тройки. Да, поэтому если есть вопрос, необходимость, либо просто интересно просчитать стоимость перехода и внедрения в последней версии системы, также обращайтесь на почту, с вами свяжемся и соответственно подробный момент обсудят. Кто из 3PL работает на пятерке? У нас есть проекты 3PL на четверке, на пятерке я сейчас не буду обманывать, у нас вот именно реализованных проектов по-моему нет, есть очень много проектов, которые длятся, да, там в разной степени готовности, это надо уточнить. На четверке у нас есть 3PL есть компания, где мы внедряли четверку, но на пятерке реализованных конкретно запущенных пока нет, возможно есть уже у коллег что-то в процессе. Конкретный пример или контакты по переходу с трешки на пятерку. Конкретный пример и контакты я писал почту, я еще раз ее проговорю голосом, это omsobachka axelot.ru это же почта в разделе контакта у нас на сайте. Вы пожалуйста пришлите свой запрос туда, да, и опишите кратко вашу потребность. И заявка, ваше обращение будет определена на ответственного сотрудника, который с вами свяжется и уже детально, индивидуально под вашу задачу эти моменты с вами обсудят и проговорят. Спасибо. Да, и коллеги, вам спасибо, что были с нами, да, не только прослушали, но еще и прозадавали вопросы. Мы надеемся, вам этот вебинар понравился и мы ответили на ваши вопросы. Соответственно, по оставшимся вопросам, да, просьба обращаться к нам через почту, через контактные телефоны. Всем хорошего дня и всем хороших выходных и до новых встреч.